Зимняя вишня в облике ароматного джема. 12 мая 2018 года легко и просто приготовить джем из кислой, но сочной вишни. Этого богатства на деревьях в саду всегда так много, что иногда дачники не знают куда ее девать. В то же время приготовленное ароматное варенье полезное и вкусное. Его подают на завтрак к чаю или к молоку. Им заправляют десерты, а иногда из него делают роскошные компоты или морсы. Желеобразная консистенция и лакомство очень нравится детям, поэтому его добавляют и в каши. Статья в тему «Простой компот из вишни на зиму». Ничего сложного собирают только спелые ягоды, которые стали бордового цвета. В таких плодах содержится больше антиоксидантов, чем в светлых. Эти химические соединения, в свою очередь, выводят из организма холестерин и способствуют хорошей работе кровеносной системы, а также сердца. Ягоды тщательно моют и просушивают, чтобы уменьшить период их уваривания. Потом берут сито с крупными ячейками, ставят на миску. Несколькими частями перетирают вишни через него. Должно получиться 2 литра мякоти. Благодаря этому джем получается не однородным, а с сочными кусочками. Варить – значит, внимательно следить, чтобы блюдо получилось наивысшего качества, в него необходимо вложить душу. Поэтому повар постоянно стоит возле плиты и помешивают варенье. Процесс приготовления включает несколько элементарных шагов. Перетертые вишни выкладывают в кастрюлю, засыпают ягоды, 1 кг сахара. Перемешивают по мере кипения, снимая пенку. Как только масса начнет загустевать, в нее добавляют еще 0,5 кг рафинада кипящую смесь. Постоянно помешивают, убирая пену. Проверить готовность джема совсем несложно. Для этого стоит капнуть его на плоскую тарелку. Если пятно растекается, значит жидкость еще не успела испариться. Когда капля держится на поверхности, пришло время для закатки варенья. Банки стерилизуют в микроволновке, а крышки кипят в воде. Разливают массу в горячем виде и сразу закручивают. Далее переворачивают емкость. Оставляют охлаждаться в комнате. Зимой вишневое угощение покажется истинным наслаждением для домочадцев и гостей. Ничего сложного собирают только спелые ягоды, которые стали бордового цвета. В таких плодах содержится больше антиоксидантов, чем в светлых. Эти химические соединения, в свою очередь, выводят из организма холестерин и способствуют хорошей работе кровеносной системы, а также сердца. Ягоды тщательно моют и просушивают, чтобы уменьшить период их уваривания. Потом берут сито с крупными ячейками, ставят на миску. Несколькими частями перетирают вишни через него. Должно получиться 2 литра мякоти. Благодаря этому джем получается не однородным, а с сочными кусочками. Варить значит внимательно следить. Чтобы блюдо получилось наивысшего качества, в него необходимо вложить душу. Поэтому повар постоянно стоит возле плиты и помешивают варенье. Процесс приготовления включает несколько элементарных шагов. Перетертые вишни выкладывают в кастрюлю, засыпают ягоды, 1 кг сахара. Перемешивают по мере кипения, снимая пенку. Как только масса начнет загустевать, в нее добавляют еще 0,5 кг рафинада кипящую смесь. Постоянно помешивают, убирая пену. Проверить готовность джема совсем несложно. Для этого стоит капнуть его на плоскую тарелку. Если пятно растекается, значит жидкость еще не успела испариться. Когда капля держится на поверхности, пришло время для закатки варенья. Банки стерилизуют в микроволновке, а крышки кипят в воде. Разливают массу в горячем виде и сразу закручивают. Далее переворачивают емкость. Оставляют охлаждаться в комнате. Зимой вишневое угощение покажется истинным наслаждением для домочадцев и гостей.